Братья и сестры, здравствуйте! Сегодня я прочту немножко из Писания. Первая Коринфянам, 4 глава, Павел пишет «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят обо мне другие люди, я и сам не сужу о себе, ибо хотя ничего не знаю за собою, но тем не менее не оправдываю, судья же мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, тогда будет похвала каждому от Бога». Здесь все слова очень важны. Павел вообще редко говорит что-нибудь такое, что, может быть, не пропустить мимо сознания. Значит, он пишет «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят обо мне другие люди». Отметьте себе эти слова, потому что для нас очень важно, когда судят другие люди, и человека можно убить как похвалой, так и ненавистью, и очень страшно попасть на зуб хейтерам, и очень неприятно попасть в полоскательницу общественных слухов или газетных статей, чего-нибудь еще. Это чрезвычайно неприятное происшествие. Значит, извиняюсь за плагиат, у Бога ли украл из ревизора. Это чрезвычайно неприятное происшествие. Значит, Павлу было совершенно... Вот это и есть свобода, на самом деле, к нам несовершенно безразлично. «Как думаете обо мне вы или как думают обо мне другие люди?» Это первая часть предложения. Напоминаю, что нам на самом деле, что видно по тщеславию по нашему, по следованию моде, по заискиванию перед людьми, по попыткам понравиться всем, значит, нам очень важно, как про нас думают люди. А в принципе нужно подражать Павлу. Должно быть очень мало интересно, как судят от нас те или иные люди. И дальше говорит, «Я и сам не сужу о себе». Тоже очень важная ремарка. Поскольку, опять-таки, сам человек очень много судит о себе. Он размышляет о себе. Он выносит о себе суждения. Он сравнивает себя с другими людьми. Как правило, в свою пользу пытается сравнить себя, дескать. Другие вон чё и ничего, а я чё. И это тоже наш, так сказать, общественный порог. Потому что вот хорошо, не судите себе. Я и сам не сужу о себе. То есть ничего о себе не выдумываю, не пытаюсь себя оправдать, не завышаю свой ценник и так далее и тому подобное. То есть вот уже можно запомнить, уже будет не бесполезно. То есть мне всё равно, как вы думаете обо мне, или как думают обо мне другие люди. Так может сказать только человек, который хорошо знает, что он делает. Например, хирург делает сложнейшую операцию. Да мне плевать, что про меня написали в газетах. Я сегодня оперирую сердце. Или почки, или желудок, например, больного, смертельного человека. Я вообще не буду читать ничего про себя, потому что у меня есть чем заняться. Остальным заняться нечем, поэтому они рыщут узнавать, что про меня сказали, что думает книгиня Анна Петровна и так далее. Я и сам не сужу о себе. Говорит апостол Павел, что тоже очень важно. Хорошо бы не судите себя. Дальше он говорит. «Ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Вот здесь уже, конечно, мы тоже мало похожи на Павла, потому что мы-то знаем за собою, но всякое разное. Но знаем о себе. Он имеет в виду, что ничего зазорного, укоризненного, после обновления духом, после узнавания Господа, после крещения от Анании, он не знал о себе ничего. Но не сужу себя, потому что не я себе судья. Если бы мы сами себя судили, он тоже говорит, в другом месте, то не были бы осуждены. Судимы же от Господа, наказуемся, да не с миром осудимся. То есть мы будем судимы Богом, а не нами. Потому что если бы я сам себя судил, я бы себя оправдал. А он говорит, я не сужу о себе. И хотя ничего о себе не знаю, судья мне Господь. О чем он много раз потом тоже к Тимофею говорит, что готовится мне венец правды от Господа, как и всем тем, кто полюбил пришествие Его. И вот, наконец, он говорит, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, тогда каждому будет похвала от Бога. То есть до времени, до страшного суда, весьма опасно выносить резкие безапелляционные суждения, и еще, может быть, даже более опасно не сдвигаться с однажды принятой позиции. Потому что, например, установишься в отношении негативным к человеку, а потом окажется, что ты мотивировался клеветой и слухами. И нужно будет поменяться и попросить прощения, и покаяться, и измениться. То есть не надо до времени судить ни о чем. То есть, может быть, наши мысли сильно поменяются. И тех, кого мы хвалим, придется их порицать со временем, а тех, кого порицаем или не замечаем сегодня, придется их возвеличить и восхвалить. Такое может быть. Поэтому не судите ни о чем до времени. Ну и давайте подсуммируем все эти вещи. Значит, во-первых, он пишет здесь, что я не сужу о себе сам, и очень мало для меня значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Повторяю, это слова человека, который хорошо знает, чем он занят. Это слова, сильно занятого полезным делом человека. Все остальные, прознашата и балабола, они очень думают много о себе, и инстаграммят себя, допустим, и фотографируют, что они ели, что пили, где купались, на во что оделись, и очень интересуются мнением о себе. Создают свой имидж специально и так далее и тому подобное. Он этого не делает, Павел, потому что у него есть чем заняться. Он и сам не судит о себе, хотя ничего не знает за собой. «Но судья мне Господь, посему и вы, говорит, не судите прежде времени, пока не пришел Господь и не осветил сокрытое во мраке, тогда будет похвала каждому от Бога». Вообще, конечно, слова «паси по плотности, напоминающие не воду, но ртуть». То есть очень плотный текст, бесценный по содержанию. Четвертая глава послания к Коринфянам, первого послания. Потом мы еще к ней вернемся, продолжим это чтение, там все очень ценно. До свидания.